Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня наша тема называется Систематическая ошибка счастливого супружества И какую же ошибку делают счастливые супруги? Счастливые супруги никакую ошибку не делают Счастливые супруги все уже сделали правильно Ошибку делают те, кто повторяет некоторые поступки счастливых супругов В надежде таким образом тоже обрести семейное счастье А разве не следует подражать примеру успешных людей? Может быть и следует Вот только вероятность тоже стать успешным ничтожно мала Потому что кроме маленького количества добившихся успеха И рассказавших о своем успехе Еще и очень много людей Которые об своем успехе не рассказали Потому что успеха не достигли Но про них не говорят и не пишут Мне это напоминает систематическую ошибку Выжившего Когда древние греки Попавшие в кораблекрушение Молятся своим поганым языческим богам И только те, кому боги помогли Об этой божественной помощи рассказали Те, кому боги не помогли Ничего не рассказали, ибо утонули Совершенно верно Только поганость языческих богов здесь ни при чем Православные христиане Попавшие в кораблекрушение Которые молились Святому Николаю Чудотворцу И помощи от него не получили Тоже никому об этом не рассказали По той же самой причине Ха, интересно А те, кто молились Петру и Февронии О помощи в создании счастливой семьи И эту самую помощь не получили Что-то рассказали Они живы-здоровы и в активном поиске Они все равно не расскажут Как святые Петр и Феврония Не помогли им создать семью Во-первых, в христианстве Не принято говорить о том Как не получил помощь в ответ на молитву Во-вторых, рассказ об отсутствии Молитвенной помощи Не будет ретранслирован Как неинтересный Современные журналисты И древние летописцы Целенаправленно выбирали Выбирают И будут выбирать Исключительно в случае помощи В ответ на молитву Потому что это редко Это необычно Это интересно Получается, что все многочисленные Религиозные чудеса С их эффективностью Во всех религиях Это пример Систематической ошибки выжившего Не будет ли это оскорблением чувств верующих Это гораздо хуже Это вытеснение наукой религии Из той области жизни Которую религия изначально занимала Процесс неизбежный и необратимый Хуже для кого? Хуже для того Кто использует религию В своих корыстных интересах Для всех остальных Лучше, если материальной частью Будет заниматься Все-таки наука И это подтверждено Экспериментально Например, лечение чумы Лекарствами Особенно современными Многократно эффективней Чем лечение Религиозными обрядами И религиозными святынями Подтверждено Многочисленными письменными источниками Зато множество монастырей и храмов По всей Европе разорились А медицина Все время Становится лучше и лучше И массово распространяется А почему так? В средневековье Математическая грамотность Была совсем другая И предполагалось Что чем больше исцелений Тем сильнее целители Взять общее количество Приходящих к целителям И вычислить соотношение Исцеленных К общему числу Приходящих Было выше умственных Способностей Обывателя того времени Думаю, что не только того времени Но и современных Сейчас, выбирая врача Смотрят количество положительных отзывов Но при этом не учитывается Что один врач Эти свои много отзывов Набирал 20 лет А другой свои вдвое меньше Набрал за 2 года При одинаковом потоке пациентов Вернемся к теме Счастливого супружества Вот, например, имеется Несколько разных Клубов христианских знакомств Они могут называться по-разному Например, Евангельский кружок Приходская молодежная группа Воскресная школа для взрослых Но многие люди ходят туда Именно, чтобы знакомиться И создавать потом семьи Все клубы Работают примерно По одному и тому же принципу Молебны, чаепития И разговоры Но в одном клубе Священник говорит Что у них повенчалось 100 пар А в другом повенчалось Только 5 пар Вопрос Как выбрать Более эффективный клуб? Хорошо бы не статистику смотреть Реальную работу К сожалению, не получится Клуб это не металлургический завод Где можно приборами Измерить качество Выпускаемой продукции Во всех христианских клубах Примерно одно и то же Черепития Молебны Разговоры Статистические методы Применить Статистические методы Применяются Когда нельзя Применить Другие методы Ну, тогда надо поделить Количество Создавшихся семей На общее количество людей Которые приходили В этот клуб И умножить На 100% Только как узнать Сколько людей В клуб приходили? А никак Ты это не узнаешь Даже если все входящие Заполняют анкеты То информация эта Не выкладывается В открытый доступ На открытых молебнах Петру и Февронии О даровании супружества Вообще никакого Анкетирования нет И быть не может Потому что люди С улицы заходят В церковь А вдруг Именно молитва Дает больше эффект Чем хорошая тусовка А вдруг Один храм Находится в деревне Гадюкино А другой храм Рядом с городским Дворцом бракосочетания Вдруг Один клуб Существует 10 лет А другой Только открылся Вдруг В один клуб Постоянно приходят Новые люди По причине Хорошей рекламы Но Долго не задерживаются Потому что В этом клубе Гадючник А в другом клубе Люди Знают друг друга С детства И Когда пришло время Все Благополучно Переженились Между собой Фатальность Систематической Ошибки Выжившего В неполноте Статистических данных Иногда Ее можно Скорректировать Путем Логических Умозаключений Но И то Не всегда И не точно Есть информация Только Об одной Группе А именно Рассказавших О своем Семейном счастье И Все Выводы Делаются Только На основании Анализа Именно Этой Группы А группа Тех Кто не Рассказал О своем Семейном Счастье Намного Больше И Ее данные Могли бы Изменить Результат На Противоположный Может быть Те кто не Рассказал Очень скромные А может быть У них Семейного Счастья Просто Нет Или Они все Проразводились Или Просто Семью Не Создали Но Этой Информации Нет И Это Фатально И Что же Делать Смириться С тем Что Статистика По Счастливым Семьям Равно Как И Любые Истории Успеха Бесполезны Лучше Ходить В тот Куб Где Вам Приятно Общаться С теми Людьми С которыми Вам Интересно Даже Если Семья Не Получится То Хотя Б Хорошо Проведете Время На Этом Мы Прощаемся С вами Желаем Всем В жизни Делать Как Можно Меньше Ошибок Особенно Систематических С вами Были Семьеведы Любители Лена Магадан Колян Платков До встречи В следующих Видео Заодно Зацените Наш Новый Дизайн Нашей Домашней Видеостудии До свидания Подписывайтесь На канал Платочек Ставьте Лайки Пишите Комментарии Кто Поставит Дизлайк Обязательно Напишите За что Дизлайк То